Доброе утро, девочки и мальчики. Вот хочу вам показать, как сказать, вот поделиться таким опытом, да, вот жизненным своим. Вот всю жизнь я живую, у нас как-то дома всегда была чистенько, убрана. Вот мамочкам я приучила к чистоте, к порядочку жизни. И так я вот как научилась, так я и пошла, и пошла по жизни вот такая вот. Никто меня как-то не заставлял. Мамулечка все убирала, здравила, чистила, стирала. И я, в принципе, вот на нее просто глядя вот таким живым примером, была как бы обучена, понимаете. Никакого усилия мама не прилагала, не заставляла, не топотала, не кричала. Все это вот шло вот именно вот от души, от ее прямо перешло ко мне. Мою душу. Мою вот суть. И вот хочу вам поделиться. Смотрите, что я открыла для себя. Вот я открыла такую штучку. Сейчас ее переставлю, наверное, вот сюда. Хотя, в принципе, вот здесь стоит. Вот. Такую кашу, как полба. Никогда я раньше о ней не слышала. Вот. А тут я услышала и, в общем-то, попробовала ее. Она была добавлена, крупа это, в какую-то смесь каш. Вот видите, заодно показываю. Вот Аллочку, вот такую пятерочку купила. Видите, какая прелесть? Силиконовая. Вот я беру вот так, если мне надо. И не ощущаю температуру от этой кастрюли. Не надо ни тряпок, прихваток, ничего. Вот. Стоят они у меня, вот видите, две такие вот штучки. Хороши, да хороши. Просто прелесть. Говорю вам от души. Вот посмотрите, может на интернете заказать на сайте вот такие штучки для дома. Вот все я люблю это. Вот обожаю просто. Вот каждую детальку, каждую мелочь. Вот иду я в магазине, что-то увидела такое красивое. Говорю, господи, дай я куплю вот это вот. Ну, все, конечно, не купишь. Ну, покупаешь так вот по мере возможности. Вот. Дай закрой дверочку. И мама там спит. Пусть она отдыхает. Вот. И вот, вот покупаешь, прикупаешь вот такую красоту. Гляньте, какие игрушечки. Пятерочки купила. Вот. Недорогие такие, но такие же хорошенькие. Вот заходишь в пятерочку, там есть такой отдел вот каждой пятерочке. Вот для дома. Ну, вот смотришь, и там вот такая красота. Вот. А эти чайнички, вот маленькие красные, когда-то покупала вместе с набором чая Тесс. Вот понравился, понравился мне вот этот наборчик вот из этих чайничков. Но и Тесс я люблю чай. И вот видите, осталась у меня такая память. Крышечки разбились, ну, я не унываю, я вот что-нибудь да придумаю. Вот у меня такие я купила для варенья розиточки. И вот они у меня все время здесь сахар в них насыпан. Вот я насыпаю сахар. И вот у меня все такое люблю яркое. Кто-то там осуждающий говорит, господи, попугаи там пишут. Ребята, ну, у каждого свой вкус. Я ж вот никого, говорю, не заставляю моему вкусу следовать. Как вам нравится. Вот что угодно вам, то и делайте. На свое усмотрение. По своему вкусу. Не нравится мое, не надо. Я ж не заставляю вас любить то, что в мире моем. Просто говорю, вот мой мир. Вот, заходите, посмотрите. Может быть, что-то для себя выберите такое, да, в этой жизни. Может вам что-то понравится. И вот, вот у меня вот коврики вот такие вот на полу. А перед плитой я ничего сознательно не застилаю. Потому что здесь бывает и жир, и водичка какая-то брызгает с плиты. Брызжет. И я, в общем, подотру быстренько полы. И у меня вот эти коврики чистенькие, все, да, они у меня такие вот хорошенькие. Вот. Я их периодически стираю. Сейчас придет весна, будет тепло, я их опять постираю. Однажды постирала в машинке стиральной. Ну, в общем, настиралась, как говорится. Вот. Машинку из строя вывела, пришлось ремонтировать. Двигатель перебирали, ребята, что-то там двигателем делали. Хотя они сказали, что машинка удивительно в отличном состоянии. Вот. Ну, сказали, срок службы ее уже истек, бошевская машинка. Ну, зато я хорошо-хорошо стирала вот эти вот дорожки. Такая глубокая у меня была стирка. Вот. Они очень тяжелые, когда водой наполняются, очень тяжелые. Вот. Ну, я их стираю периодически. Вот. Люблю я вот такие вот вещи. Вот. Вот. Люблю, просто обожаю. Вот такой набор я покупала. Видите? Это вот ванную комнату, туалет, ванную. А я взяла, приспособила вот. Они ковровые такие. Вот. Это я покупала в магазине ковров. Видите, какой ворс? Ковер прямо. Вот. Красота. Ну, я взяла. У меня такое креслице такое детское, крутящееся вот. На колесиках. Вот. Надо вот ездить. Видите? И застелила. Застелила этот втулчик. Вот так. Видно, так вот красиво на кухне. Вот. В общем, желаю всем доброго дня. И вот мой совет. Никогда на ночь не оставляйте посуду, посуду не вымытую. Никогда не оставляйте. Быстренько-быстренько помыли. Это секундочка. Помыть посуду. Зато вы проснулись в красивой квартире, в красивой обстановке. И мало ли, что вдруг отключили воду. Представляете, вы утром просыпаетесь, а у вас вода отключена. Это, я представляю, какая-то катастрофа. А так вы заходите на кухоньку чистенько, покушали, попили, поели и побежали делами заниматься. Быстренько-быстренько-быстренько помыли. Вот, посудку. В общем, я не знаю, вот я беспорядка, вот, не терплю, честно говоря, я люблю, чтобы у меня порядок был. Не то, что там с ума схожу, фанатею от этого. Просто это органично, вот, связано с моей жизнью, что вам говорю. И с детства, вот там все. Вот, будете полбу варить, ее, оказывается, нельзя накрывать. Только что, вот, она у меня выкипела, пришлось плиту даже помыть. Вот. Ну, такая вот она у меня варится, такая. Ее помешиваю. Надо варить, 60 минут варится. Это вот такая мелкая сечка. А еще у меня полба есть. Еще купила вот такую полбу. Вот, это вкусвилл. Магазин. Вот. Вообще у них продукты шикарные, конечно. Такие вкусные продукты у них. Вот. Это у меня вот здесь вот, крупы. Много не закупаю. Ну, так, чтобы вот покушать именно вот. Ну, обязательно у меня святая вода, конечно, в доме вот хранится. Обязательно. Так, вот здесь я вам показывала. У меня вот такой порядочек вот. Вот у меня стоят здесь мои петрушки, всевозможные. Чесноки, вот всякие вот у меня добавочки. Вот он хрен, вот она семя укропа. Это вот, вот такое вот. В общем, в общем, все, что можно, я покупаю. вот такие приправочки у меня. Вот. Вот так. Я стараюсь не загромождать пространство рабочее. Оставлять, чтобы оно было все-таки свободным, чтобы все было в доступе, чтобы ты заглянул и все увидел. Вот. Ну, у меня отдельно вот стоят, вот у меня, для чая здесь, цикорий у меня, кофе, приправы здесь, для тортиков, для пирожных, сладкие такие приправы. Вот. Ну, вот, вот такие вот у меня, такие дела. Вот, здесь у меня, такой у меня, ну, это, такой сервиз у меня такой стоит там. Вот. Вот такой красивый сервиз у меня там. Вот такая красота, видите? Вот, когда-то на рынке, на Беженском покупала, просто ахнула. Купила в одном экземпляре. Не на 6 персон, а на 12. Такую красоту купила я. Вот. В общем, люблю, люблю красоту, люблю красоту, просто люблю красоту. Вот баночки у меня. Я вот прямо жалко выбрасывать. Варенье Лукашинское люблю. Лукашинские варенья. Тибор варенье люблю. И вот баночки у них красивые, такие своеобразные, необыкновенные. И вот я их не выбрасываю, эти баночки, а так сберегаю. Потом я в них цветочки ставлю. Вот так вот, когда обрезаю виране, на проращивание, и красиво в них смотрится. Ну, в общем, это мои такие маленькие секретики. Вот такие мои маленькие секретики. Вот у меня такая гирлянда. Она такая необычная. Видите, как она украшает? Даже вот днем она у меня горит. Очень красиво смотрится. Шторы такие нежные с ней. Прямо, ну, просто необыкновенные. Вот. Смотрите, какой денечек прекрасный на улице у нас. Вот. Но вчера попробовала полить молоком. Вот. Говорят, поливать молоком, кислым молоком, с кислым молоком. Вот надо помыть вот эти вот стучки под низом. Ну, сулить эту водичку в другие цветочки. Вот полила два цветочка. Буду наблюдать, что с ними происходит. Вот. Ну, главное не переусердствовать, конечно. И вот, смотрите, снежная такая зима из моего окна. Гляньте, как у нас красиво. Красота какая. Вообще, сто лет, сто зим такого не было. Я не помню вот таких вот торосов земных заносов. Вот так красиво. О, какие. Заборчик даже в земле снежные сугробы. Ну, все, всем доброго дня, прекрасного настроения. Вот. И доброй такой рабочей недели. Вот. Кто сейчас работает, там у хорошего дня. Кто отдыхает, пусть прекрасно отдыхает. Так, на термометре у нас 8 градусов всего. Мороза сегодня. Ну, нормально уже. Уже более-менее можно жить. Можно как-то как-то на улице быть. Очень холодно эти дни. Очень. Вот моя каша. Не забывайте ее помешивать. Ну, что-то они вот пишут, там, две части каши этой и одна часть воды и помешивая варить на мирном огне 60 минут. Ну, надо подливать, получается. Вот водичка должна быть кипяченая у вас. Вот это дочь моя нарисовала меня. Вот такой красавица. Говорит, мама, это ты. Я говорю, это ты скорее. Это больше на тебя похоже, девочка. И вот почему-то вот она говорит, почему вам каждый рисует себя. вот ты вот рисуешь похожих на себя. Она говорит, я, получается, на себя. Да, вот так вот интересно как-то получается. Так, ну, вот смотрите, я еще покажу вам. Вот так у меня моечка устроена. Моя, как вот я украшаю. вот такая штучка, губки эти продаются. Это вообще незаменимая вещь. Вот я мою внутреннюю сторону кружек от чая. Вот этой штучкой мою. Раньше сода там, бетевая, там еще что-то. А это прямо вот раз вот этой жесткой частью. Потер хорошенько и кружечки чистенькие. Вот так вот в пятерочке купила штучку. Видите, вот такая еще, вот такая железная, металлическая такая мочалочка. Вот для для отмывания еды. Если она присохла, там вот кашу гречневую особенно трудно отмывать. Даже свежую тарелку из-под каши довольно-таки сложно отмывать, да. И вот я отмываю и хорошо, прямо раз-раз быстро это ложечки, все, вот если присохла кашка гречневая у вас ненароком. Вот. Вот такие вот дела. Вот это мой такой маленький, такой уютный мир. Вот. Украшайте тоже свой мир, как только можете, девчонки и мальчишки, а также их родители. Вот я вот желаю всем-всем хорошего настроения, прекрасного. И вот опять новости. Как-то мне хочется более спокойного чего-то. Я переключаюсь на спас. Вот я люблю этот канал, телеканал. Очень мне он нравится. Светение Господне сегодня. Храм Христа Спасителя, Москва вот показывает. служба идет. 15 февраля сегодня меня поздравляют тут в интернете. Ну, всем Божьей защиты, Божьей помощи. Заприводит вам Господь, Матерь Божия и все святые. Божьей помощи. обман к всем. Божьей чаще. Божьей CHRISTAN, Господь Грешим, Божьей charms, гостя겠죠. Факонник прикрежетк Продолжение следует...